В 2019 году Драматический театр «Колесо» имени Глеба Дроздова принял участие в конкурсе общественных инициатив в рамках губернаторского проекта «Содействие», по результатам которого получил финансовую поддержку на проведение театрального фестиваля. Напомним, в фестивале приняли участие 8 театров из России и Татарстана. Шестидневный марафон охватил все жанры от классики до современной драматургии. Важная особенность этого фестиваля – сплошные эксперименты. В состав жюри вошли ведущие театральные критики страны – Татьяна Тихоновец, Евгения Троп, Ксения Аитова и Армен Арутюнов. Председателем жюри выступил эксперт «Золотой маски», директор фестиваля «Реальный театр», один из создателей лабораторного движения в России Олег Лаевский. В эти непростые времена театр отважился провести фестиваль. Это очень важная вещь, которая нам говорит, что жизнь продолжается, и мы за ней успеваем. В афишу вошли спектакли Санкт-Петербургского театра на Литейном, Московского независимого Тру театра, Академического театра Республики Башкортостан, Самарского академического театра, Ульяновского областного театра драмы, Альметьевского татарского театра и постановка мастерской «Хефица Гитис». Театр «Колесо» представил на фестивале спектакль «Васа» в постановке Михаила Макеева. По итогам смотра лучшим спектаклем признана работа режиссера Алексея Янковского драматического театра на Литейном «Суат. Жить заново». Не могла лечь ни на правый, ни на левый. Бог! Технически мы же играем этот спектакль там в комнате, а здесь аэродром. Мы двое сутки думали, как нам сюда поместиться, как расширить все это. Дипломами жюри были награждены артисты театра «Колесо» Александра Баушева за исполнение роли Людмилы в спектакле «Васа», артист Самарского театра драмы Алексей Егоршин за роли в спектакле «Вот так и живем» и мастерская Леонида Ефимовича «Хефица» Российского института театрального искусства «Гитис» с формулировкой «Надежда». Дипломом Ассоциации театральных критиков России за идею создания инсценировки и исполнения главной роли в спектакле «Суат. Жить заново» была награждена Ася Шершина, артистка драматического театра на Литейном. Для самарского толятинского зрителя, скажем так, некоторые спектакли, наверное, могли быть неожиданными. Специальный приз жюри фестиваля и статуэтка достались артистке Ульяновского драматического театра Анне Дулебовой за исполнение роли Ларисы в спектакле «Беспреданница Островского». Лауреатами в номинации «Лучший художник» стали Александр Мохов и Мария Лука за спектакль «Эзоб» по пьесе «Фегейреда» Альметьевского татарского государственного драматического театра. В номинации «Лучшая женская роль» лауреатом стала артистка драматического театра «Колесо» Юлия Киреева за исполнение роли Рашели в спектакле «Васса». Победителем в номинации «Лучшая мужская роль» стал артист Государственного академического русского драматического театра Республики Башкортостан Сергей Басов за исполнение роли Расплюева в спектакле «Смерть Тарелкина». Лучшим режиссером назвали Владимира Золотаря за постановку спектакля «Бесприданеца». Еще один важный эксперимент нынешнего театрального круга – это онлайн-трансляция, которую осуществил информационный партнер фестиваля телекомпания «Лада-Медиа». Нам это удалось, безусловно, не без поддержки телекомпании «Лада-Медиа», которая является генеральным информационным партнером. На протяжении всего фестиваля я очень благодарна Ирине Викторовне за поддержку. Более того, в завершение фестиваля мы делаем в режиме онлайн-трансляции со спектаклем «Бесприданеца» Ульяновского драм-театра. Фестивальное движение, заложенное в 1993 году основателем театра «Колесо», народным артистом России Глебом Дроздовым достойно продолжается по сей день. Сохраняются традиции и обретаются новые формы. Именно этим отличался и славился великий мастер Глеб Борисович Дроздов. Наталья Корсакова, Евгений Черемин, программа «Обозреватель».